Марк Александрович, как Вы познакомились с Эдославом Николаевичем? Расскажите Вам, пожалуйста. Некая цепочка событий, каждая из которых выглядит случайным сегодня, сложилась и таким образом, не имея в виду никаких планов, я оказался довольно хорошо знакомым с Эдославом Николаевичем. Цепочку событий рассказывать мне очень-то интересно, но тем не менее это произошло. И вот в 1978 году, летом, я оказался в этой гостинице «Россия», в которой остановились Эдослав Николаевич и Девика. И вот в этот момент состоялось знакомство, когда работал на часа два разных разговоров, сначала с Девикой. В России или в советской? Нет, в России, в России. Вот в этом снизённом? В этом снизённом, да. Ну, а потом я уже узнал всё остальное. Это получилось как-то, в общем, экспромтом. Оказалось, что я там помог Святославу Николаевичу встретиться с президентом магазинов, который был тогда моим вечерником. И потом был приглашён туда. Тогда я узнал от Девики ранее вас интересных подробностей о том, что она звучатая племянница Ромендарна Татагора. И о чём вы говорили? Вот как вы впервые вообще ощутились Эдослава Николаевича, увидев его? Вы же, наверное, слышали о нём? Да. До этого, конечно, о нём слышал и считал абсолютно нереальным каким-то, и даже не размышлял на тему о том, что я скажу или что я увижу, встречавшись с Рерихом. Это казалось… Они и они сами казались существами сквозь другого измерения, поэтому это была для меня абсолютно неожиданная встреча. И я внутренне хотелось улыбаться, потому что я был очень рад. До этого была выставка картин обоих Рерихов в Москве, и вот так впечатлением этой выставки, и уже под впечатлением первого знакомства с книгами, Ирина Ивановна, потому что это было очень сильное, впечатление нереальности оставалось всё это время. Я спросил однажды Светлана Николаевича, Рерих и Рерих – это что, одно и то же имя, только комитические, так сказать, записи разные. Он сказал – да. И ещё он поменял, что в роду у них был Милославский, были Милославские. Ростислав Борисович, а в вашей истории о кого знакомство со Светлана Николаевича? Письма, письма, любопытная. В отличие от Марка Александровича, он познакомился в каком, в 77-м, да? В 78-м, 78-м. Ещё уже. А я в 60-м. Дело в том, что когда-то в студенческие годы мы занимались, какими сидели студенты, задавали друг другу какие-то вопросы, что вы больше всего цените в женщине, что вы больше всего цените в мужчине, ваш любимый художник. Я отравляю их из московских студентов Института восточных языков Московского университета. Ни один человек не знал, кто такой женщина. Поэтому надо сказать, что мне просто повезло, потому что меня отец увлекался релихом с детства. У нас были все публикации дореволюционные, но были и остались, конечно. И одно из моих, наверное, первое воспоминание о этой семье, это я сижу маленький на кресле в матросочке с чёлочкой. В общем, ты личный был мальчик, конечно. И мне на колени кладётся вот огромная книга. Она не такая огромная, оказывается, это рижское издание знаменитая. Но мне она кажется совершенно огромной. Я открываю первую страницу вот этого, знаете, там какой-то как холст, обложка. Я открываю эту первую страницу, и там, по-моему, то ли путь, то ли ещё, чтобы первая картина. А по тем временам очень хорошие цветные иллюстрации, по тем временам. Сейчас мы уже понимаем, что это немножко не того качества. Чай, пейте, пейте. И меня вот ударяют эти краски, ударяет этот рисунок какой-то то ли неумелый, то ли наоборот суперумелый какой-то. И для маленького мальчика я задаю очень необычный, я бы сказал, вопрос. Вот ребёнок получил, по сути дела, впервые вот книжку. Открывает и вопрос, который я задаю, он странен. Я говорю, кто он? Ещё более странный ответ я слышал. Он ещё жив. Это примерно 1946-1947 год. Но потом мы общались по медицинской линии, как бы лечащим врачом семейства был Сергей Алексеевич Мухин. Тоже вам знакомая фигура. А по тем временам Мухин, это было не то, что его квартира, сейчас. Это был особняк, по-моему, в Сивцевом врачке. В доме висели, причём Рейлих не то, что маленький такой, это и дюрики. Висели огромные вот эти вот полотна, которые потом ушли, по-моему, до него. Вот от него, но с ним я, к сожалению, очень поздно стал говорить о Рейлихе. Это был уже конец его жизни, и это очень интересная была информация, но это было позднее. Так что где-то я вырос вот в этом культе Рейлиха художника. А вы обратите внимание, насколько по-разному люди входят в Рейлиховское движение, или вообще в число людей, которые с почтением к этому семейству относятся по-разному, если они идут через Елену Ивановну или идут они через Николая Константиновича. Это разные пути получается. Может быть, они в конце сходятся. Потом я узнал, в отличие от Марка Александровича, он говорит, да, я, конечно, знал. Я ничего не знал ни про семью, ничего. По музеям прошелся, пробежался. Ничего вроде особенно не было. Хотя бы в Тедяковке было что-то выставлено, гонец был выставлен, он почернел, и это не производило впечатление, ну и так далее, и так далее. Потом вдруг я узнал, что приехал какой-то сын Николая Константиновича. И больше того, мальчик-то я был любопытный, в смысле любопытский мужчина, я узнал, что в Тедяковке будет вечернее какое-то мероприятие, посвященное картинам релихов Тедяковской галереи. И вот не знаю, как я узнал, что будет Юрий Николаевич. Я прискакал. Уж не помню, чуть не в школьной форме, а даже в другом. Сидел человек 15. Были уж такие испытанные, знали имя, знали, на что шли. Я вырвал глазом человека с седой бородкой такой, и сидел, и смотрел на него весь вечер. Юрий Николаевич. И только спустя несколько лет я узнал, что это Смирнов Крусевский. Я узнал, что это Смирнов Крусевский. Удар был довольно большой, потому что я просто встретил, по-моему, на улице. Сам это удар был, когда я узнал, что среди этих 15 человек был Юрий Николаевич. А вот мне было не дано его увидеть. Рано. Не созрел. Они сидели рядом со Смирнов Крусевский. Смирнов Крусевский был больше похож на Желиха, чем вот такой полноватый господин с маленькой бородкой. А этот был все как надо. Глаза такие, борода такая, все как надо. Потом по газетам прошло, приехал Святослав Крусевский. Я помню, мое старшее поколение, там, двоюродные дедушки, прочь были фотографии, говорили, ну, он очень похож на старорежимного полковника. Вот такие были полковники. Не то, что настоящие полковники к себе, а вот такие вот, все, 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 как надо. И фантастическая, несказанная красота Девики Рай. А потом, когда я ее увидел, увидел еще, запустил спустя несколько лет в Индии, ну, это женщина, за которой можно пойти на край света. Между прочим, портрет, вот этот вот, знаменитый портрет, вот это вот, он все передает, ну, до этого, конечно, была выставка Николая Константиновича. Мы бегали туда из университета, хотя это было холодное время, мы бегали без пальто, и москвичи еще не очерствели, тогда вот на Кузнецком мосту, и москвичи нас пропускали без очереди, потому что, ну, дрожащие студенты туда. И там, конечно, фантастика, потому что, ну, на неподготовленного вообще, я даже не могу представить, но даже на меня подготовленного хлынули эти десятки картин, эти Гималайи, эти все поздние циклы, то есть то, что неизвестно было совершенно, и вот эта энергетика, эти краски, это, ну, это что-то невероятное. Вот, и там тоже где-то ходил Николай. А я уже учился, когда приехал в Святославп, я уже учился в институте, который называется Институт стран Азии и Африки, я уже был на Индии, я уже подумал, так сказать, чем заниматься, потому что, ну, заниматься там индийским национальным конгрессом или советско-индийским экономическим сотрудничеством, мне явно не хотелось. И когда я узнал, что он приехал, я решил все-таки с ним встретиться, и это из Индии, все-таки, и художник. И я привлек своего знакомого, который был хорошо знаком с Кюзен Николаевичем, а через него и со Святославом Николаевичем, Антож Николаевич, Андрей Николаевич Зелинский. Он сказал, я поговорю, а он поговорил, и дал телефон. Я позвонил, и впервые услышу в трубке, да. Да, дорогой мой, конечно. Вот приходите, знаете, вот я сейчас посмотрю, у меня здесь занято, занято. Но нам обязательно надо встретиться, давайте мы встретимся на следующей неделе к чему, ну, условно говоря, в такое-то время, гостиница «Украина». И я стал жить предвкушением, и в этот момент умер Блюдо Николаевичем. Это отдельная тема, она сегодня не касается нас. И я еще не был в институте Востоковедня, но я знал, что он работает там, и что панихида будет там. Я пришел, был в случае странно, потому что была масса посольских машин с флагами, везде дымились палочки эти оторвать и звучала тихая музыка. Вообще все было как-то очень не по-советски, было все очень странно, народу было очень много и очень разного, очень разного. Стоял в гроб, вот тут я уже, как говорится, увидел Юрия Николаевича, и абсолютно помню деталями все. И стоял у гроба Святослава, Девика, он был в сером кителе своем, нордически спокойный, абсолютно. Там шли речи, ну там телеграмм, зачитывались, неру, там все, в общем, чувствовал, так сказать, все это. И, я вот не помню, от Хрущева, наверное, бывает. И вот когда все выступали, там академик, герой собственного, да, то-то-то-то, то-то-то, то-то, то-то, чрезвычайный повномоченный посол Ксайлона, чрезвычайный повномоченный того-то. И вдруг там какая-то Мария Ивановна, угольщица института. Представьте этой женщине в этом окружении выйти на трибуну. Насколько он должен был запасти ей душу, что она преодолела все, и она вышла на дыбу. Она сказала, вот тут о нем говорят, он великий путешественник, великий ученый. Я этого ничего не знаю, я простая уборщица здесь. Но вы знаете, вот он всегда засиживается после всех, а я поумою. А он идет и всегда так поздоровается, и так улыбнется. Ни одного слова даже не говорит, может быть. А перевопатила жизнь этой женщины настолько, что она пошла, в общем, я считаю, на подвиг определенный в этом зале. Причем эти имена достаточно такие, знаете, там, это имена Академика Допурова, это все, протокол держали. Потом наступила минута прощания в институте, и Святослав подошел, и вот единственный раз, вот он сделал так, и наклонился к телу. И когда он коснулся, и вот рыхал, и снова он стал совершенно радически спокойным. Но Святослав стоял спокойный, ни один мускул не дрогнул. Я к нему подошел, возил соболезнование и сказал, что я вам звоню, я понимаю, что сейчас... Нет, нет, от чего же, мы, кажется, договорились на четверг, на семнадцать. Я вошел. Вот так началось. И тридцать три года продолжалось. И я ему благодарен очень именно вот за тот период, но это вообще было первое прикосновение по всему этому. И именно он подтолкнул меня заниматься индуизмом. Это тоже потом была непростая история, она интересна. И он дал великолепный совет, кстати, великолепный. Он сказал, возьмите Бхагават Гиту и прочитайте ее от начала до конца. А потом каждый день берите две строчки, читайте и размышляйте. Вот так вы пойдете в индуизм. Вот это была первая встреча. А последняя была... Он жил уже в гостинице Ашока, не дома, не в имении. И в этот раз он был уже очень плохо. Там создавался какой-то фонд, его имя, еще что-то. В этой же гостинице создавался. Но только на самое начало этого мероприятия его привезли в инвалидские коляске. Он побыл. А потом, правда, ему провели радио, значит, радиотрансказ, что он слушал там, как это все создавалось. А потом, вот уже уезжая, я к нему поднялся в номер. Он лежал в синей рубашке такой. И... И вот когда... Он сказал мне вот эту празу, я ее тут же потом в некрологе написал. Он сказал, ну вот, теперь что сделаете, то и сделаете. Я думаю, это высокая мудрость. Это говорит о том, что, да, ты можешь, но ты делай. Если ты это сделаешь, то оно сделается. Тебе так и помогут. А потом, у нас было прощальное объятие, он был совершенно невесомый под этой рубашкой, худой, жалостно было очень-то. И он вдруг абсолютно раскатался. Абсолютно. Ну, стали мокрыми усы, борода, все. Медсестра забегала, что вы ему сказали, что вы ему сказали. Он прощался. И... Самая последняя его фраза с меня сказанная была такая. Только никогда не забывайте, чтобы вас очень-очень было. Я ушел совершенно, конечно, тоже рыдающий. И уже больше я его не видел. Вот 33 года. Это я проявлю по вопросам, но уже гораздо короче. Как часто вы встречались? Все редко. Понимаете, тут еще есть какой-то... Часто встречался. Эгоизм, а? Да. Часто встречались, часто. Это я редко встречался. А вы часто. Редко. Вот я сейчас поясню, кстати. Вы знаете, ну даже если я каждый день с ним встречался, то редко. Потому что ни одна встреча не была похожа на другую. Я не столько встречался, я часто при нем присутствовал. Поэтому я знаю, как он принимал всякие делегации, как он разговаривал. Один раз было очень смешно, это было у него в доме. И он сказал, вы знаете, сейчас приедет делегация Верховного Совета, а мне надо подняться в кабинет. Вы их примите, пожалуйста, пока. А я сейчас выйду. Они пришли, они меня увидели с бородой по-русски говорящей. Откуда Верховный Совет знает, как он выглядит? Они с таким почтением ко мне, здравствуйте. Я говорю, ну вы садитесь. Спасибо огромное. Может у вас за руку подержите? И пока они истекали просто вот от этого вот благоговения, в этот момент сверху. А он до последних лет сохранил такую легкость походки. Кстати, вот первый раз, когда я его увидел, когда я пришел к нему в музей уже, он сбегал в музей Пушкина через 3-4 ступеньки. Быстро, очень быстро. Вообще был совершенно другой антропологический, чем вот все последние годы. Он был очень похож на мать. У него были большие темные материнские глаза. Он был очень быстро в движениях. Это вот уже в последние годы, даже десятилетия, десятилетия полтора-два, он стал совершенно другой, стали запрошенные какие-то ресницы. И кстати, вот у него стало падать зрение, и в общем-то он не писал картинки. То есть это тоже какая-то трагедия нам почти неизвестна. Вот, поэтому я часто присутствую, это давало иногда очень интересную мне площадку для наблюдений. Причем иногда было видно, поскольку вот эти редкие, все-таки я настаиваю на этом, редкие встречи, когда вот так, особенно один на один, мы друг друга хорошо понимали. То есть он-то меня, конечно, просто читал как книжку записную просто в окнотик. Вот, я видел иногда как, понимаете, ну как любой большой человек, тем более художник, он, естественно, немножко перевоплощался, разговаривая с красными людьми. И вот иногда ему бывало конфуздно, когда тут перед ним чуть не на колени падали, руку ему целовали, говорили там о махатма и все, что он на меня так косился, как-то так. А разговоры наедине, они бывали иногда очень значимыми. Во-первых, потому что я был нахавом, и я задавал вопросы, которые ему другие люди не задавали. Один раз я ему задал вопрос, который очень не хотел задавать, потому что все ему приходили и спрашивали, как пройти в Шамбулу. Он иногда рассказывал, как к нему пришли американцы, значит, задали ему вопрос, как пройти в Шамбулу. И он сказал, это очень просто. Вам нужно взять билет отсюда, от Дели до Катманду. И там прийти на центральную площадь, там отель Шамбулу и казино. Вот вам туда дорога. И тут однажды я его спросил, я ему сказал, Владимир Владимирович, я сейчас задам вопрос, и вы удивитесь о оригинальности его. Что такое Шамбул? Он так задал такой характерный для него жест, когда так вот думал мусор, и у него так сразу стали. Он сказал, да, признаться, от вас я этого вопроса не ожидал. И потом сказал то, что для меня было чрезвычайно важно, и то, что он никогда не говорил вот этим вот посторонним приходившим. Он сказал, конечно, страны такой нет. Или скажем, поселка. Цитирую дословно. Поселка такого нет. Это концепция. Это концепция самосовершенствования. Ну, бывали разные беседы. В общем, вот сейчас я скажу вещь, которая, наверное, вам покажется совершенно невероятной. Ни с кем в своей жизни я столько не смеялся, сколько сосредоставил. У него, конечно, немного особое чувство юмора. Ну, такое, знаете, отменно тонкое и умное, что нынче несколько смешно. Конечно, немного отдавал он концов 19 века, но чувство юмора было абсолютное. Есть одна фотография, где мы сидим, его подмогу сдерживают. Дикий хохот. И это, в общем-то, это не случайно. Духовные люди, настоящие духовные, они не строят из себя, а они очень... Смех — это духовная стихия по-настоящему. И это... Вот это удивительно. И наряду с этим вот эта вот внешность. Второй эпизод с этими же днями связанный, я опаздывал к нему навстречу, а надо было пойти точно, потому что иначе народ, народ так вынет, и не остались с ним наедине. Практически он не бывал наедине. Вот. И вот еще раз я опаздывал, но я ничего не мог сделать. Уже времени мало. Мне надо быть там. А мне что тут тянет? Мне надо найти одну фотографию. Его. Но там еще сидит какой-то тип и Девика. Я перерыв все, опаздываю в звездки. Ну, нашел фотографию, взял с собой и пошел. И вот там, значит, специально договорились, что будем сидеть вдвоем. Он, значит, очистил, никого здесь нету. По многому говорили. И он говорит, вот у нас в Индии есть один святой. Сатья Саимбара. Я вручу традиции, говорю, минуточку, минуточку. Совершенно сам не отдавая отчет. Я иду в прихожую, лезу в свой портфель и достаю эту фотографию. Прихожу и говорю, этот? Ну, он совершенно спокойно. Да, этот. Но не бывает такого. Я ее так положил на стол и где-то минут через десять приходит Девика. И я не могу сказать, что я это задумывал. В тарях просто лежала. А она взяла так просто и говорит, а, Сатья Саибабарин. Надо же. Почему я ее искал? Как? Что? И потом, Аделька к нему относилась неплохо, как Сатья Саибабарин. А? А? Сдержанно. Сдержанно. Он дал мне, как бы, такой подробный отчет о том, что он об этом думает. И он говорил, что было много комиссий и они, в общем, примерно 70% установили, что это высочайший, высочайший по уровню фокусник. Но 30% объяснить не могут. Это не я сказал, это он сказал. А 30% объяснить не могут. А, да, Сатья Саибабарин. И вот уже подходят люди. Причем я знаю, что сейчас придет девочка ему дорогая. Хорошая девочка, очень чистая, пенистка. Я не помню ее фамилию. Вы не знаете? Андроссов Андросов. Да. Да, наверное, да. И она такая вся восторженная. И какой-то они там Пик его именем назвали. И ей тоже назначат, ну, я буду присутствовать, но это уже будет не наша с ней встреча. А я собираюсь там через два месяца ехать в Индию. И мы идем, садимся за стол, за чайник Андросова, Девика, Святослав. А я сажусь и думаю, так-то я не поговорил о своей поездке в Индию. Он спрашивается ко мне и говорит, да, о вашей поездке в Индию. Вот это, так сказать, вопрос о столе вечер. Теперь я уже буду коротко-коротко. Менялось ли ваше представление о Святославе Николаевиче по мере контактов с ним? Нет, нисколько. Углублялась. Дополнялась. И один раз при мне он даже споткнулся на слове. Лечь была великолепная совершенно. И он, там, гофрированная бумага. Он ко мне приднулся и говорит, гофрированная. Это вот такая? Ну, правильно, в общем, действительно. Вот, так что нет, углублялась. Были какие-то детали. И надо просто восхищение, как выходит из какого-то положения. Но меняться? Нет, не менялся. Причем он не боялся закрываться, прямо вот так приду идет. Почти. Вот какое-то решение надо принять. И он встает, выходит, а я сижу против двери во вторую комнату. Я вижу его. Он там становится, так, просто становится, и минуту думает. Потом приходит в ресторанную машину. Вот это какой-то совет с кем-то. Это было. Скажите об облике, о том, что вас особенно поражал, привлекал или был близко. Мне все было близко. Вы знаете, я, Борис, выгляжу большим нахалом, но он был как бы член семьи. У него даже были словечки в ходу, которые были в ходу в нашей семье. То же самое. И, по-моему, и он это ощущал. Поэтому так это было. А облик, конечно, ну, абсолютное благородство, так сказать. Ну, абсолютное, кристальное. И в то же время не сусальное, не деланное совершенно. Кто определил тему беседы Святослава Николаевича или его собеседники? Обстоятельства. Прежде всего, в поздние годы он в выступлениях, у него уже мысль шла немножко по кругу. Он приезжал как бы подготовлен, видимо, хорошо готовился. И он везде выступал более-менее по кругу, не придумывая каких-то новых тем. Но он очень быстро реагировал на всякие повороты. И иногда это было очень интересно, потому что люди ждали от него какой-то... Вот пусть он при мне скажет, что... Вот пришел Иисус Христос, вот пусть он при мне скажет, кто из вас без греха пусть бросит на ее камень. Вот чтобы он сам себя цитировал. И он, кстати, часто ему приписывают то, что говорилось, а у него почему-то чаще всего это было из Конфуция. Конфуция он знал хорошо. А вот сам в быту один... Вот я видел просто, как он сидит и читает, читает добротолюбие. Добротолюбие. А были мы в Свято-Дадимовом монастыре, и там, значит, какой-то попик говорит, что... Вот вы, Святослав Николаевич, выходец из православной семьи. Это редкая была реакция. Какой я вам выходец? Я православный. Так глупо деда выступает царь, кстати. Семья жилья необыкновенная. В чем проявлялась эта необычность? Ну, потому что что проявлялась необычная. Ну, в том, что абсолютно он был... Он не был инородным, он не был чужеродным телом. Он просто был настоящим. Не фантом, не призрак, не бог сошедший. А просто он и был настоящим. А вот вся русская пыль вокруг него, она была не настоящая. Вот в этом была его необыкновенность. Не столько была его необыкновенность, сколько предельная обыкновенность окружающих. Вот что было тут. А он был такой, как его должен быть, нормальный русский интеллигент. Талантливый. Очень деловой. Очень деловой. Вообще совершенно не похожий на семью. Во все годы деловой. В ранние годы проебой. Вообще... Но... Хранивший верность семье. И хранивший вот это вот именно наследие семьи. Особенно, когда он остался один. И вот это вот... Его кристальная чистота. И то, что он один. Вот это, в общем, нам и способен. Плюс к этому, конечно, Индия. Кланяться Индии должны за то, что их приютили, за то, что все сохранили. И то, что там есть, это... И... И... Причем они, в общем-то, не очень знали. Что такое рейлик, что такое рейлик для нас. Семья, наверное, относилась хорошо. Вся семья. Особенно Индия. Что значит вот для вас общение с Светлосомтиком. Мне кажется, я на это ответил. И больше того, вы понимаете, это общение в принципе не прекращается. Не в том смысле, что я с ним разговариваю, что я слышу его голос. Хотя иногда это может быть. А просто вот была полоса, была планка. Уже после этого, вы понимаете, ну... Ну, если ты выпил с чистой воды, то... Когда ты пил... Ты, может быть, вынужден будешь пить помои, потому что жить-то надо. Но ты всегда будешь в помощь с чистой водой. Вот в этом. И, конечно, просто бесстыдно говорю. Вот спросить меня, ты счастливый человек? Да, счастливый. По многим параметрам. И вот это, в частности. А то, что вначале мы говорили с Марком Александровичем, вы говорите, много я общался с ним или мало. Это у вас, конечно, черная зависть уделали. Нет. Но вы понимаете, все равно мало. Все равно очень мало. И сейчас думаешь, господи. Ведь даже фотоаппарат не брал с собой. Не фотографировал его. Ну, есть у меня маленькое на... Не на видео, видео не было. Он на пленку, на 8-мм снято. Ну, забавно, довольно. Ведь никогда вообще никому в голову не приходит. Релих и животные. А вот там вот он, собака. Собака у него торт ест из его тарелки. Вот это показатель вообще. Ну, вот, хотя тут тоже идет его юмор. Дэвид Аглайд, эту шобаку говорит. Вот, говорит, у него ух прокусто. Его на выставку будет нельзя. Сюда сон давится просто. Ставят стаканом с чаем. Потому что, конечно, я оттуда хрягу. Ну, ни на какую выставку вообще за миллион не отдашь вообще. И вот так много-много всего. Потом я говорил о вопросах, которые я ему задавал нахально, такие, которые ни один человек ему не задавал. Ну, Шамбал все задавали. Но не все получали такой ответ, между прочим. А поскольку я... У меня странные привязанности. У меня, кроме Релиха, из детства я вынес еще любовь к Вертинскому. Казалось бы совершенно несовместимые вещи. И мне было интересно. Он ни один же человек не спросил. Я говорю, Светлазовский, конечно, а вы знали вот такую фамилию Вертинский? И как вы в семье к нему относились? Да, конечно. Очень хорошо знали. Духовно он нам, конечно, абсолютно чушь. Но он очень-очень талантливый человек. Спасибо. Потрясающе. Спасибо. Потому что где я это, в каком документе, где я еще это узнаю? Вот за это я сам себе благодарен, что я, в общем, не стеснялся его. А это надо быть не мне благодарен. Надо ему быть благодарен. Он ставил себя так, что ты можешь не стесняться. Ты можешь задавать ему любые вопросы. А шли и при мне, и без меня. Шли какие-то женщины задавать безумно личные вопросы. Он отвечал. И, опять же, он не боился не ответить. Иногда он уходил. Это он лобко делал. Очень сильно было его последнее выступление в институте востоковедения. Он подъехал. Народу набилось очень много. Ну, все было. Делька была. Он говорил, как обычно, все хорошо. Говорил. Постоял портрет Юрия Николаевича. И он говорил о том, как необходимо сейчас именно изучение Юрия Николаевича. В первую очередь. Если Юрелиха надо уделять внимание ему. И все-таки, видимо, он уже очень ощущал, что он прощается. И он вдруг разглядался. На публике вообще никогда не было. И тишина такая стояла. И при свободной мэрии побежала за стаканом воды. И я встал и сказал, что давайте на этом закончим. Я вас очень прошу, не подходите к вопросам. И дальше была для меня очень-очень приятная сцена. Мы пошли в мой кабинет. Он вошел и сказал фразу, которая помогла в этом кабинете. И он сказал, ну, вот мы и дома. Потом сел за мой стол и перетрогал все. У меня там много стоял всяких вещичек. Он все перетрогал. И есть фотографии. А потом еще был отлет его когда-то. Тоже было как-то грустно. Значит, стоял этот спецсамолет. И мы с житнем его проводили прямо туда. Это вот последние мгновения на русской земле. И он был в таком подавленном состоянии. Внизу группа, значит, провожавших. Шапошникова была. И самолет стоит. Мы, нас, граничники прямо нас выволакивали, можно сказать, за руки, что-то, что-то, что-то. Хотя спецсамолет, что-то. И чтобы улететь с ним. И кто нас повезет. И когда спустились вниз, что-то какие-то разговоры. Самолет все еще стоит. И, я помню, отчаянный вопль Житинева. Товарищи, ну, Святослав Николаевич маршет. Это вот было прощание с вами. Вот мне был напыщенным. И я, находясь в командировке далеко, там было столетие Николая Константиновича. И мне надо было выступать, попросили. И я вспомнил замечательное стихотворение Николая Константиновича «Не убить», если помните. «Мальчику, если ты, так сказать, можно ли мне умер пить там жука? Да если дознание, можно там…» «А если ты умер пить жука, это…» «Тебе очень хотелось это…» Тем более, что аудитория такой подходящий. Не убить. Я написал вам письмо. Вот не могу найти стихотворение. Ну, просто в Москве бы я нашёл его. И он от руки переписал мне полностью это стихотворение и прислал. И когда… У меня есть журнал «Дельфиста». Узнаете «Дельфиста»? А, нет. Вот. Журнал «Дельфист». Когда его создавали ещё только, то тогда всем, кто присутствовал, мы раздали ксерокс. Вот это стихотворение «Не убить». Переписано в его пользу. Переписано. Ну, да, он ещё жив был. У вас, наверное, много памяток от Завислава Николаевича? В смысле? Ну, каких-то ещё памятных вещей от него, может быть, даров? Ну, вот в старом кабинете, я бы, он показал. У меня южно-индийская фронза немножко есть. Ганешики. Ганеш, причём есть Павла Ганеш, то есть Ганеш-ребёночек. Он такой вот. Композер ещё только. Вот. Ну, картин у меня нет. И, так сказать, и какой-то и не надо. Здесь замечательная вещь одна. Это он сфотографировал меня на Парароид. Он, как раз, играл очень. Ну, как Лев Толстой очень любил какой-то карандаш механический. А эти старцы, они очень, так сказать, воспринимали хорошо. Ну, нововведение техники. И вот он породит, он меня сфотографирует, а выпал, и он мне подарил. И я теперь всё показываю и говорю, это мой портрет, портрет работы Святославра. Конечно, ещё бы. Вот. А так, даже писем особых нету, вы знаете, не так много. Открытых, много каких-то. Иногда он подбирал очень такие интересные открытки, южно-индийские какие-то мотивы. А так, нет. Нет, больше основной память. Почему я рад этой встрече? Потому что, как говорится, скоро и нам уже бленные проживки собирать. А это всё-таки жалко, если это уйдёт и не останется. Ростиславович, спасибо. Вам спасибо. Марк Александрович, пожалуйста, вы поделитесь. Поделитесь меня, пожалуйста, пейте. Пожалуйста, что я опять? Да ну что вы. А почему? А вы Собинов. Мы продолжим. На самом деле, замечательный, конечно, рассказ Ростислава. Ну, по-моему, масса чувств, которые я полностью разделяю. Прошу подписать меня в качестве соавтора этого выступления. Учтите, что по русскому алфавиту Макуйский идёт раньше Рыбакова, даже если он член О пишется, а не Чайла. Не будьте так мелочи. Какая разница? Больше всего я могу сказать только спасибо Ростиславу за прекрасный рассказ. Тоже оживил в моей памяти массу картин. Это замечательный вопрос. Вот одно только знакомство. Один из вопросов, который тут есть, я готов сказать по этому поводу. Что значил для вас, Святослав Николаевич? Ну, просто я увидел живьём человека, как бы пришедшего к нам из других пространств. И в то, что они существуют, можно видеть по-разному. Вот когда видишь такого человека, ты знаешь, понимаешь, что ты стыка не просто, чья ты красивая вымухая стыка, ты цветовый золотой в жизни, ты встретился, посидел рядом, ощутил, просто физически иногда ощущал, как воспитывался этого человека. Поэтому я очень благодарен судьбе. То есть, наверное, эта самая судьба была очень милостива ко мне в этот момент. И, конечно, я считаю, что повлияло в целом на меня, на всё дальнейшее моё существование. Спасибо небесное. Спасибо Ростиславу Борисовичу за прекрасное напоминание о том, что в нашей жизни была такая история. Но есть ещё одно воспоминание, которое, может быть, всё-таки нужно вам сказать. Вот при всех нападках на Релихов со стороны Русской Православной Церкви, вот мы с ним ходили по храмам, мы были у, как его этот самый был, номер два были предыдущих патриархов, он был номер один вообще, забыл, хорошее такое имя было. Вот мы были у него дома, у него там своя молельня, и извините меня, во-первых, вся эта обслуга секретарии, все они, все христианки, они все грохнулись по индийскому обычаю перед иконостасом. Он, значит, дал целовать крест Девики. Он, она христианка, тоже, и он целовал, и Святослав целовал крест, и причём так истонно. И так очень, очень уважительно, что всё хорошо. Вот этого вот, я сам православный, этого тут, конечно, не было. Ну там, на прозитетных началах это было, конечно. Тоже ведь сколько храмов расписано Николая Константиновича? И как расписано, кстати. Вот, хотя, конечно, на мой взгляд, Рерих Старший к Индии имеет очень небольшое отношение. Вот Монголия это Рерих, Гималайя, ну Гималайя это вообще, Гималайя это планета. А вот Святослав всё-таки, конечно, очень индийский по стилю, по-моему. Но на хинде говорил, между прочим, плохо говорил. 60-й год, я помню, первое интервью с ним, вот по мне ему принесли. Он посмотрел, сказал, всё хорошо, только замените одно слово. Здесь написано, выдающийся индийский художник. Он сейчас заменит выдающийся, ничего подобного, русский. Это уже тогда. Хотя очень, на большой период жизни, вот Марк, конечно, помнит это, у него был свет, когда рухнули, в общем, надежды на нас, он впал в такой большой роман с Болгарией. Это был, и смерть Живковой для него была ударом больше всего. Вот на этой оптимистической ноте, когда мы... Ваше слово, товарищи. Я уже высказался на счёт того, что... А? Я уже высказался на счёт того, что петь после Шаляпина я не буду. Это если у вас бас. Хорошо. Простиганет. Я думал, что все уже утомлены. Нет, нет, что... Нет, нет. Я ничего не знаю. Интересно. Интересно? Но мы с вами ещё увидимся, если вы хотите. Да, конечно. Не будем отнимать время у этого человека. А где вы будете в метро давать интервью? Нет. Почему нет? Ну, во всяком случае, в метро я, конечно, время их и не видел, но когда вставал вопрос об этом особняке Лопухины, до того, как он ещё встал, смотрели разные другие, в частности, начало арбата. И вот, значит, у нас целая команда была, значит, я его под руку, там кто-то ещё, впереди шёл, шутилёв, и говорил, дорогу, дорогу. И какая-то женщина, молодая совершенно, она вдруг так упала по Лопухину и сказала, да это же Рейлих. Ему, говорит, всё прямо. Так что... Легенда, кстати, о том, что он выбрал этот особняк Лопухиной. Это всё придумано. Но он не отверг. Не отверг. Его привезли туда, он вышел из машины, так потоптался, посмотрел и сказал, ну, вам нравится? Нравится. Ну и слава Богу, поехали. Вот в таком вот ключе. Но не отверг, конечно, нет. Вот уж и... Может быть, в заключении мы вот какую тему затронем. Что вы знаете о Сибири, о том, как там развивается Рейлиховское движение? Ну, вы знаете, всё таки, конечно... И вообще будущее Рейлиховского движения. Я могу сказать, что с... Вот как-то само собой доходит всё время. Давно доходит уже. И... Много очень-очень интересного. И... Я считаю, что, конечно, какой-то этап у вас был такого большого накопления. Вот, видимо, оно и было у вас. И в музее, и в этой, и вообще деятельность спиренной. То есть, доходит много, но как-то очень... Как ни странно, когда говорим о Рейлиховском движении, как-то очень позитивно доходит. Вот везде привыкли, что везде какие-то эти... Ссоры, непонятности. А здесь нет. С другой стороны, я... Я вам говорил, я Сибирь, значит, только во Левосток, там я ничего в этом плане не знаю. А так был Красноярск. Для меня это, кстати, в определённой степени терроринкогнито, потому что, конечно, когда у Рейлиха Алтай проходит вообще как... Алтай Гимовая, действительно. Если Гимовая я видел, то Алтай я не видел. Приезжайте. Спасибо. Вам, пожалуйста. Мы вам покажем и наш музей, и Алтайский музей. Работают у нас два музея, вот как два крыла. Уймон. Вот, Уймон и Новосибирск. Работа очень большая ведётся. И вот Сибро — это не просто людей там 20-30 человек. Это большой-большой коллектив единомышленников. Которые съезжаются к нам постоянно. Раз в месяц у нас проходят встречи. Раз в месяц. И собирают они до 20... Представителей 20, примерно, городов и общества. И это ежемесячные эти встречи, и круглые столицы, так называемые, они проходят уже больше десятков, около двух десятков лет. Вот такую ритмичную работу, очень созидательную, очень положительную, дала всему этому толчёт, конечно, Анталия Дмитриевна. Марко Александрович её знает, будут с ней знакомы. Вот по этому поводу мы хотели ещё и с ним пообщаться. И тогда уже самое последнее. Это уже опубликовано, причём не мной, но без ссылки, естественно, у меня. Как умер Николай Константинович, вы знаете? Ещё был жив Святослав. Святослав звал меня поехать в Долину Кулу. Но в это время начался Пинджак, Пинджакская история. Он уже был так... Я, честно говоря, несколько раз ему не доверял. Я решил, что он просто говорит об этом. Девика была категорически против. Но когда я приехал туда и стал разговаривать с служанкой... Николай Константинович, она ещё была жива. Её муж был уже. Сейчас её дочь... Их дочь руководит там выставкой, музеем. Она сказала, а, это вы тот, к которому, значит, звонил Святослав. Действительно, он собирался приехать. И мы с ней разговаривались. То ли она какая-то особо коммуникабельная, но вообще она давала интервью много раз. То ли потому, что я с ней говорил на хине. Но она сказала всю историю, совершенно отличающуюся от того, как мы её изучали. По обычной истории он очень долго болел. Он был немножко не в себе. Когда там стреляли, ему говорили, что это медведей отпугивают. И так, в общем, вот он тихо, так тихо-тихо сложились на убыль. А она, конечно, была совершенно здоровой. И потом, какой-то день, он взял её мужа. Муж тут же был, когда я был. И они пошли в лес. И он ему показал деревья, которые надо срубить для его погребального костра. Потом вернулся в дом, лёг и через два дня умер. В общем-то, не болея. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!